В эфире информационная программа День города в студии Ирина Ковалева. Здравствуйте! Пришло время подвести итоги этого дня. О самом важном и интересном вам расскажут мои коллеги, корреспонденты телекомпании «Город». Сегодня в выпуске. 75-летие победы в Сталинградской битве. Рязанцы возложили цветы в память о погибших. Успеть за 10 секунд. Для кого работают рязанские светофоры? Без скальпеля. В ОКБ провели уникальную операцию. Сельские котлеты и салочинские изразы. Какие блюда могут попробовать туристы в Рязани? Ровно 75 лет назад, 2 февраля 1943 года, советские солдаты одержали победу над фашистами в Сталинградской битве. Бои за волжские земли продолжались 200 дней и 200 ночей. Погибли сотни тысяч солдат и мирных жителей. В этой битве сражались солдаты со всего Советского Союза, в том числе и рязанцы. Мероприятия, посвященные победе в битве под Сталинградом, в нашем городе начались накануне 1 февраля. Так в библиотеке имени Горького прошла патриотическая акция «Ты выстоял, Великий Сталинград», в ходе которой было рассказано о ключевых моментах битвы. А уже 2 числа, непосредственно в день годовщины, на площади Победы прошло торжественное мероприятие. В память о погибших объявили минуту молчания, после чего курсанты возложили корзины с цветами к монументу. За ними проследовали ветераны, депутаты областной и городской дум, представители правительства, администрации, пенсионеры и школьники. Церемония завершилась прохождением торжественного марша курсантами десантного училища. После этого ветеранов пригласили на праздничный концерт в МКЦ. В областной клинической больнице была проведена уникальная операция. Главврач ОКБ Дмитрий Хубезов удалил пациенту опухоль без скальпеля, не выполнив ни единого лапароскопического прокола. Опыт подобных манипуляций на сегодняшний день имеется всего лишь у нескольких клиник федерального центра. В нашем же регионе подобная операция была проведена впервые. Продолжит Анна Герцовская. Это специальное устройство, подключается лапароскопическая стойка, эндовидеокомплекс, и все делается через это отверстие. Полностью удаляется полностенно кишка с опухолю на всю окружность и пришивается. Настомоз – это сшивание концов кишки, которое накладывается в крайне неудобных условиях, потому что действительно все операции выполняются через небольшой, буквально трехсантиметровый, вот этот доступ. Там вводится и специальная камера, через этот доступ и два инструмента, которым свет удаляется. Ультразвуковой гармонический скальпель. То есть это самая технологически продвинутая операция на сегодняшний день. Хирургия без шрамов – новая цель развития малоинвазивной хирургии. Такая операция имеет специальное название – NOTES. В среднем по времени она занимает не больше часа, однако иногда может длиться более двух часов в зависимости от сложности ситуации. После хирургического вмешательства в тот же день пациент уже может встать на ноги. Он испытывает минимальный болевой синдром и минимальный дискомфорт. До этого Сергея Федоровича отказывались оперировать в других рязанских больницах в силу его возраста и состояния здоровья. Однако в ОКБ было принято решение о том, что для пожилого человека такого рода операция может оказаться приемлемой. После операции я хоть и до операции чувствовал неплохо, а после операции сейчас чувствую нормально. Так что спасибо всем врачам, которые делали операции, медсестрам, которые за нами ухаживают очень хорошо с моей стороны. Так что я ни на кого не жалуюсь и всем спасибо. Теперь Сергею Федоровичу предстоит дальше следить за своим здоровьем и наслаждаться жизнью. Скоро его выпишут из ОКБ. Желаю вам здоровья, поправиться и больше ничем не болеть никогда. Спасибо. Чтобы все у вас было хорошо. Здоровье каждого рязанца может в определенный момент зависеть от технологий, которые сейчас применяются в медицине. И в первую очередь от профессионализма наших докторов. Приятно осознавать, что рязанские специалисты обладают передовыми навыками и применяют свои знания для всех пациентов, которые в этом нуждаются. Анна Герцовская, Ирина Квалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Больше двух лет светофоры в городе функционируют в режиме так называемой «зеленой волны». Система регулирует транспортный поток, особенно в час пик, и призвана не допустить появления пробок. А вот про пешеходные светофоры, особенно на второстепенных улицах города, кажется, все забыли. Площадь Театральная, улица Большая и Тимакова – это лишь часть мест, на которые жаловались местные жители. Причина негодования очень простая. Пешеходный светофор горит очень мало. Если на площади Ленина время работы зеленого человечка регулируется в зависимости от времени суток, то в отдаленных районах все куда сложнее. Эксперты заявляют, что все светофоры, которые не подключены к зеленой волне, работают по установленным алгоритмам. Вот только вопрос, кто прописал такие неудобные интервалы. Малое время работы пешеходного светофора списывают на ситуацию с дорогами, и транспорту надо успеть проехать и пробку не создать. Кажется, что только о пешеходах порой забывают. На пешеходный переход на улице Яблочково жители ближайших домов жаловались неоднократно. Мол, он и работает мало, и пожилые люди попросту не успевают перейти дорогу. Однако, скорее всего, так было раньше. Теперь на переход этого участка пути дается целых 17 секунд. Правда, и этого времени не всегда хватает. Стоит зазеваться, и завершать маневр придется уже на красный сигнал светофора. В пример стоит привести театральную площадь. Здесь одновременно работают четыре пешеходных перехода. А перейти по диагонали у людей просто не хватает времени. Кроме того, по правилам дорожного движения этого делать нельзя. Диагональной зебры здесь нет. Так что приходится или лишнее время постоять, или все-таки пробежаться вопреки правилам. Ситуация со светофорами на улице Краснорядской и того хуже. Не успеют люди перейти и половину дороги, как зеленый уже начинает мигать. К тому же, если вы не стояли у края дороги в терпеливом ожидании смены сигнала, перейти вы попросту не успеете. Переход на улице Краснорядской не такой уж и большой. Всего порядка 10 метров. И на весь этот путь дается меньше 15 секунд. Для кого-то этого достаточно, однако многие пешеходы считают иначе. Бывает, прям мы не успеваем бегом, приходится бежать. Очень быстро мигает светофор. Молодые перебегут, а жилые люди, естественно, им сложно. Перейти дорогу очень невозможно. Я сама автолюбитель и всегда прям переживаю за людей, которые переходят. Это очень маленькое время, к сожалению. В правилах дорожного движения 14.3 сказано, что на регулируемых пешеходных переходах при включении разрешающего сигнала светофора водитель должен дать возможность пешеходам закончить переход проезжей части данного направления. В центре организации дорожного движения про интервалы работы светофоров рассказывать не стали. Лишь уточнили, что этот вопрос относится к дирекции благоустройства города. Наш телеканал отправил туда официальный запрос. И в данный момент ожидаем ответ от дирекции благоустройства города. Мы будем держать вас в курсе событий. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, Роман Вихров. Телекомпания «Город». Дети являются самыми незащищенными участниками дорожного движения. И если в машине для их безопасности используются детские кресла, удерживающие устройство, то на дороге в качестве пешеходов дети становятся максимально уязвимы, особенно в темное время суток. Сейчас продолжается рост ДТП именно в вечернее время, поэтому сотрудники ГИБДД прикладывают все усилия для того, чтобы обезопасить взрослых и, конечно же, детей. Они решили вновь напомнить о необходимости использования светоотражающих элементов на одежде и детских колясках. Более 100 работ школьники приготовили для участия в конкурсе, который включил в себя около 10 номинаций. В ГИБДД города Рязань подвели итоги конкурса фоторабот под названием «Света фотофестиваль». Среди всего многообразия присланного материала сотрудникам госавтоинспекции пришлось сделать нелегкий выбор и определиться, какие из работ следует выделить, чтобы наградить их авторов. Главная цель данного мероприятия – это, конечно же, популяризация использования световозвращающих элементов. На конкурс было прислано более 100 работ и, как минимум, более 100 человек в городе Рязань уже имеют световозвращающие элементы. Кроме того, они агитировали своих родственников, близких и друзей на их использование. Награждение участников началось с показа современного ролика на тему световозвращающих элементов. Карнавальный костюм «Я иду в школу» и «Света дискотека» – это только часть номинаций. Победители в них – самые юные участники дорожного движения. В конкурсе участвовали и целые группы учеников от разных школ города. Татьяна Трунина – фотограф. Узнала конкурс от учителя и сразу же решила принять в нем участие. Подготовка была очень интересной. В 10 градусов мороза, час репетировали, фотографировались коллективно, 10 человек детей. Все шили, наверное, неделю одежду со светоотражателем. В общем, было очень круто. Как результат – одно из призовых мест. К тому же, по словам Татьяны, дети теперь постоянно носят световозвращающие элементы и агитируют на это своих товарищей. На мероприятии клуб вожатых Центра детского творчества «Октябрьский» представил дефиле световозвращателей. Главная цель остается прежней – популяризация этих элементов. Участники рассказали, что в разработке модных новинок им помогали родители. Конкурс светофотофестиваль проходил в городе в первый раз. Представители госавтоинспекции заявляют, что при таком успехе они точно повторят его вновь. Валерий Седов, Роман Вихров, телекомпания «Город». Новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей появились и в Рязани. Однако они настолько не похожи на другие бумажные деньги, что многие продавцы отказываются их принимать. Центральный банк России провел серию мастер-классов для всех, кто работает с купюрами, чтобы у покупателей не возникло проблем. Кассиров и продавцов-консультантов научили работать с новыми купюрами. Деньги номиналом 200 рублей и 2000 находятся в обращении с 12 октября 2017 года. Они оснащены четырьмя степенями защиты. Например, при наклоне купюры в нижнем левом углу можно заметить символ рубля – темный на светлом фоне. При повороте купюры – наоборот, светлый на темном. Есть на купюрах номиналом 200 рублей и 2000 и новая защита – это QR-код. Если мы просканируем смартфоном по нему, то нас отправят на сайт Банка России с описанием этой банкноты. Он находится на лицевой стороне банкноты в правом нижнем углу. Эта технология впервые была применена на юбилейных крымских купюрах и хорошо себя зарекомендовала. В целом, банкноты имеют ту же защиту, что и привычные деньги, только она усовершенствована. Стоит отметить, что подделок Банк России пока не обнаружил. Да и в обороте купюры еще немного. Новые купюры – это полноценное платежное средство, и в любом магазине с их помощью вы можете оплатить покупку. Если у вас их не берут, можно пожаловаться в Банк России, либо в интернет-приемную на сайте, либо по телефону. Номер вы видите на экране, однако стоит отметить, что новыми купюрами пока нельзя пользоваться на кассах самообслуживания, а также загружать в терминалы. Это связано с техническими нюансами. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Всемирный день борьбы с раком отмечают 4 февраля. Рак – это общее обозначение более чем 100 болезней, которые могут поражать любую часть организма. О современных методах лечения и новом оборудовании областного клинического онкологического диспансера расскажет Галина Ершова. Одним из характерных признаков рака является быстрое образование аномальных клеток, прорастающих за пределы своих обычных границ. Этот процесс называется метастазом. Обнаружить его даже на ранней стадии, когда клетки еще не подверглись изменению, помогает единственная в области гамма-камера, совмещенная с компьютерным томографом. Она расположена в областном клиническом онкологическом диспансере. При этом исследовании вводится радиоактивный препарат, который распределяется в организме, и который показывает, как функционирует организм. Если есть какие-то изменения в виде сбоев в системе работы организма, каких-то функциональных сбоев, то все это хорошо видно. Аппарат уникален тем, чтобы оказывать состояние всего организма, а не конкретной области. Он помогает врачам в постановке диагноза, контроле хода лечения, а также в проверке реакции организма на препараты. Следующее чудо техники – это компьютерный томограф для разметки под лучевую терапию. Это термопластик. Мы его разогреваем вот в этой ванной. Потом он достаточно теплый, негорячий и довольно-таки мягкий, и пластичный, пока надретый. Его накладывают на пациента, лепят по форме тела пациента. Вот здесь уши, нос, в общем-то все. Пластик застывает, остается вот такой вот формы. Маска нужна для четкой фиксации пациента в пространстве, чтобы пучок радиации при каждом сеансе лечения попадал в одну и ту же область с точностью до миллиметра. В программе специалисты рассчитывают его траекторию. Опухоль может располагаться в глубине тела, и на пути проникновения, прохождения лечебного луча может попадать где сердце, где мочевой пузырь, если там. Поэтому мы должны создать так, направить пучки облучения, чтобы обойти эти критические органы. Мы составляем планы в 3D, в объеме, поэтому мы все видим. Для лечения используют различные аппараты. Если опухоль находится на поверхности, например, кожи лица, то используют рентгенотерапевтический аппарат. Максимум у нас 90% изодозной кривой идет где-то 1,3-1,5 см. Для лечения гинекологических форм рака используют источник гамма-излучения. Его с помощью трубок вводят непосредственно в организм, как можно ближе к опухоли или метастазам. С помощью этого аппарата вас нужно подвести высокие дозы именно в опухоль и оградить критические структуры, то есть критические органы, которые нормальные от переоблучения. Самым современным аппаратом является линейный ускоритель электронов. Он применяется, когда опухоль расположена в глубине организма. Аппарат вращается вокруг пациента на 360 градусов, что позволяет проводить лечение под любым углом. Высокая точность достигается благодаря КТ. Когда мы укладываем пациента на стол, мы делаем КТ и сверяем все с снимочками, которые были сделаны у нас при разметке, при подготовке пациента. Если все совпадает, все на своих местах, мы начинаем лечение. Если есть какие-то отклонения, мы, соответственно, это проверяем, делаем соответствующие корректировки и, опять же, продолжаем лечение пациента. Однако техника лишь помощник. Главная гордость областного клинического онкологического диспансера – это люди. Многие специалисты проработали в сфере онкологии уже более 30 лет. Галина Ершова, Роман Вихров, телекомпания «Город». На сегодняшний день в рамках внутреннего туризма в нашей стране развивается и такое направление, как туризм гастрономический. В этой связи Рязанской области есть о чем рассказать и чем удивить как туристов из других городов, так и иностранцев. В рязанских кафе и ресторанах все чаще обращаются к традиционной русской кухне и все больше внимания уделяют старинным рецептам, которые использовались нашими предками. Так в ресторане «Старгород» с 1 февраля стартовал фестиваль национальной русской кухни. Русская печка, глиняные чугунки, деревянные ложки и блюда традиционной русской кухни. Иностранцам, которые приезжают в Рязань, это в диковинку. Туристов из других городов и рязанцев также все чаще привлекает возвращение к истокам и традициям, в том числе в кулинарии. В ресторане «Старгород» в связи с этим решили помимо ежедневного меню предлагать посетителям дополнение в виде разнообразных вариаций традиционных русских блюд. Дело в том, что я считаю, что русская кухня одна из самых вкусных кухонь, непростых. И то, что больше всего нравится рязанцам или россиянам. Надеюсь, что у меня здесь будет очень много посетителей и гостей, потому что кухня очень вкусная, понятная кухня и, самое важное, честная. Шеф-повар ресторана Роман Елманов решил дать старт фестивалю котлетами и зразами. Помимо привычных киевских и пожарских котлет, в меню можно найти блюда, традиционные именно для Рязанского края. Их рецепты Роман собирал по крупицам в различных районах нашей области. Ему пришлось познакомиться, в том числе и со многими архивными материалами. Так в меню появились, ну, например, ряжские и солочинские зразы. Что касается солочинских зраз, я обратил здесь такое внимание. Сделал зразы на рыбу. Есть речки, реки, судак там в полной мере до сих пор лавит и так далее. Внутри этих зраз у меня зеленый горошек, свежезамороженный, тот, который я сильно не варю, а аль денте, как говорят итальянцы. И пробивается это все в пюре. Также здесь использованы грибы, пищера, солочи, в общем, все близко. Котлеты из раза – это только начало. Посетители ресторана впереди ждет еще множество вкусных традиционных русских блюд – вареники, пельмени, пироги и, конечно же, блины. Куда же без них, особенно в Масленицу. Но во время наших съемок для гостей Роман приготовил традиционные котлеты по-киевски и гречку с потрошками. Из печи гречневой каши с потрошками. Посетители остались довольны. Я очень люблю традиционную русскую кухню и считаю, что это очень хорошо, что сейчас стало гораздо больше заведений, в которых можно прийти и попробовать именно то, что было когда-то давно. Возвращение к истокам не только вкусно, но и полезно, ведь именно к этой еде веками приспосабливался наш организм. Ну а если вы все-таки боитесь раздобреть на блинах и пирогах, то просто не объедайтесь ими и дружите со спортом. Ирина Ковалева, Роман Вихров, телекомпания «Город». Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы можете найти на нашем сайте город62.тв. Ну а мы прощаемся с вами и желаем хорошего продолжения вечера. Роман Вихров, телекомпания «Город». Роман Вихров, телекомпания «Город». Субтитры создавал DimaTorzok